Ежемесячная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в городском округе Люберцы. На этот раз местом собрания стала 54-я школа в поселке Октябрьский. С какими вопросами люберчане обратились к представителям власти, узнали мои коллеги. Актовый зал 54-й школы словно временный филиал администрации городского округа. Представители всех сверхжизнедеятельности на месте и готовы отвечать на вопросы. Наибольшей активностью столов с табличками ЖКХ здравоохранения и образования. Реорганизация школы. Нас очень интересует этот вопрос. В частности, наша 25-я школа. Ее реорганизуют, присоединяют к 15-му лицею. Родители против. Наша школа больше, чем этот лицей. У нас учащихся 1400. В лицее даже тысячи нет. И показатели у нас больше, чем в 15-м лицее. С инициативой о реорганизации двух школ 15-го лицея и 25-й вышли два директора. Беловолова Татьяна Леонидовна, Качева Левтина Генриховна. Мы иступили со своей инициативой о том, что они готовы соединить эти ресурсы своих учреждений, дабы дальше продолжить деятельность в общем образовательном комплексе. Жительница дома 13 на улице Космонавтов Елена Вовк обратилась к специалистам сферы ЖКХ. Женщина пожаловалась на соседей, которые разводят антисанитарию, в результате чего страдает весь подъезд. Тараканы, крысы, мыши, он все помойку всю несет к себе домой. Вся эта живность, она к нам спускается вниз. Поэтому бороться с ним очень сложно, но надо. ЖКХ мы уже писали в Роспотребнадзор, мы уже писали в Санэпидемстанцию. Пока вот мы надеемся все-таки на администрацию. Пообещали помочь. А жителей самого Октябрьского интересует будущий парк «Лесная опушка». На сегодняшний день концепция благоустройства прошла экспертный совет при правительстве Московской области и получила положительное заключение. Наша вся концепция в принципе разработана с учетом мнения и пожелания жителей. Будут обраны только аварийные сухостойные деревья. Также в парке будет организована упорядоченная пешеходно-тропиночная сеть. Будут опоры освещения, будет освещенная территория камеры безопасного региона, будет территория для детей. В формате выездной администрации встречи с жителями проходят с марта этого года. Такая форма общения позволяет принимать больше вопросов. И что самое главное – ускорять сроки их решения.